привет друзья в сегодняшнем видео я собрала здесь свои пустые баночки и посмотрим а чем же я пользовалась последнее время что мне понравилось что мне не понравилось вот в этой коробочке будет сейчас подробный обзор так скажем минут на 15 поэтому готовьтесь подробно что интересного на чем говорится у меня глаз на что положила поэтому смотрите дальше подробный обзор по этим пустым баночкам и так друзья что же у меня закончилась давайте пробежим я собрала здесь немного баночек на самом деле их гораздо больше но решила в этом видео показать вот эти баночки и так что у меня закончилась а начну с кремов давайте посмотрим у меня закончился крем true perfection дневной увлажняющий крем серии navage вот она баночка у меня закончился крем нормальный крем в принципе хороший крем ну вот все закончила он увлажняющий я его брала себе действительно в качестве увлажняющего крема дневного вот использовала его и потом перешла на другую серию на какую я буду делать своих обзорах и вам покажу расскажу свои впечатления то есть решила поменять решила поменять свое пристрастие и вот закончила покупала потому что у меня есть видео где я их покупала то есть я пользуюсь тем что что я покупаю то что я показываю в своих видео закончился у меня солевой скраб для тела из серии шведский спасал он шикарнейший склаж скраб действительно содержит морскую соль и она ощущается то она ощущается когда наносишь на кожу и если вдруг какие-то ну вот она тяжело открывается вот эта баночка как-то крышка заедает сейчас попробую ее открыть не знаю почему но вот какие-то такие вот манипуляции приходится делать она вот так у меня заедает вот была она то есть видите еще даже вот я ее как бы специально просто ополоснула и солевые вот эти от отложения как раз и видно на крышечке видите соль но шикарнейший правда скраб настолько мне он нравится хороший вот эта серия шведский спа салон у него нежный такой запах аромат такой нежный знаете ну как водяная лилия что ли тонкий тонкий даже не это не лилия а вот то очень тонкий такой водный запах свежий и вот соль содержится да еще раз повторю ну вот морская соль и если у вас какое-то раздражение какие-то вот бывают царапины на теле то его не рекомендуется применять потому что начинает щипать реально начинает соль а щипать попадая на рану и такие дискомфортные отношения в это ощущение на теле вот так он выглядит баночка большая баночка и и хоть куда можно применять под пода под что-то 200 миллилитров баночка говорю шикарный скраб мне он очень нравится я в восторге просто в восторге от него все отличный скраб из декоративки у меня закончился закончилась вот такая вот база база под по тени нанесения теней и серии зеоан я долго ею пользовалась потому что ее буквально нужно чуть-чуть и если вот я сейчас могу ее выдавить но в принципе вот она даже еще и есть но закончилась можно еще повыдавливать но я говорю что она закончилась вот такая вот кремообразная штучка бежевого телесного цвета наносятся на веки затем припудриваем мы ее сверху пудрой припудриваем и наносим уже тени чтобы а зафиксировать тени чтобы они не скатывались у нас в складках подвижного века потому что как бы кожа выделяет сальный секрет и когда мы днем ходим без базы не всегда тени хорошо держатся то есть они имеют свойство скатываться так вот эта база мне помогла долго я ее пользовалась я говорю да еще года два наверное закончилась закончилась база соль у меня тут вылетела насыпалась от скраба еще что закончилось мицеллярная вода серия натуральная биоразлагаемая и серии love natural закончилась мицеллярная вода которая содержит органический овес и ягоды годжи я бы сказала что вот она для сухой кожи вообще эта серия но знаете у меня вот как бы большой вопрос у меня кожа жирная на самом деле жирная больше жирная скажу комбинированная больше жирная и вот эта серия для сухой кожи я бы сказала что не совсем она для сухой потому что она подсушивает вот мицеллярная вода она все-таки маленечко стягивает и подсушивает но это мои субъективные ощущения я ее пользовалась полностью ее использовала то есть я сначала мицеллярной водой снимала а затем уже умывалось гелем или маслом то есть декоративку я сначала смывала вот мицеллярной водой но не с глаз на глаза нет щипет на глаза если наносить то щипет то есть это не предназначено средство мицеллярная вода конкретно не предназначено для снятия макияжа с глаз потому что даже здесь написано избегайте попадания в глаза. Щипет, жутко щипет. Поэтому, девчата, ни в коем случае не применяйте для демакияжа глаз. Это не та мицеллярная вода, которая снимает макияж с глаз. Все-таки это для лица. Для лица я бы поставила такую оценочку 3-4. Из-за того, что она как-то подсушивала. А так красивый, дизайн красивый, мне нравится. Такой нежный, розоватенький. Ну, вот мицеллярная вода. Я вообще к мицеллярным водам отношусь скептически, честно скажу. Скептически. Это моя, скажем так, первая мицеллярная вода, поэтому мое мнение не является аксиомой. Первая мицеллярная вода, которую я попробовала. По-моему, первая. Может, еще какую-то покупала в Эрифлейм. Сейчас надо посмотреть в пустых баночках. Ну, вот взяла вот эту. Биоразлагаемая она, я еще раз сказала, серия из натуральных идет. Органические экстракты содержит. Вот такое отношение. Затем масло. Вот у меня закончилось две бутылочки масел для волос и тела. Ну, вот это конкретно из серии Элио. Шикарное масло спрей. Вот оно там у меня еще даже есть. Но он мне уже не прыскает. Он уже не прыскает. Я уже пробовала. Но не подтягивает пульверизатор маслом. Для сухих волос я брала. Содержит натуральное органовое масло. Объем 50 мл. Начну с него. Прекрасное масло. Я в восторге. То есть, хоть на влажные, хоть на сухие волосы наносим. И вот такие блестящие получаются. То есть, защита, блеск для волос, защита для сухих волос. То есть, она не пересушивает масло. Прекрасное масло тоже долго пользовалось. Оно долгоиграющее масло. Они на самом деле долгоиграющие. Больше года я пользовалась. Но не каждый день. Скажу, не каждый день. Это однозначно. Максимум раза два в неделю. А так стабильно раз в неделю я пользовалась. Потому что, чем чаще волос становится все-таки жирным. Если каждый день его наносить, опрыскивать, это все-таки не гидролат для волос. Вот. И прекраснейшее масло из серии Элио для сухих волос. Вот оно у меня закончилось. А еще закончилось вот такое масло. У меня есть по нему обзор. Причем, оно масло для тела и волос с авокадо. И у меня есть обзор, что, да, я его применяла для волос. Но, девчата, если сравнивать вот с этим маслом из серии Элио и вот это, вот это все-таки суши. Оно как бы подсушивает волосы, несмотря на то, что содержит масло авокадо, да, которое прекрасно увлажняющими средствами, свойствами у нас является. но в масле вот два вот этих масла вот это, да, вот это лидирует, вот это хорошее, не пересушивает, не сушит, ничего, придает блеск, увлажняет. Вот это все-таки более подсушивает волосы. И у меня были комментарии от девчат, когда я делала обзор вот на это масло из серии Love Naturals, что многие, да, писали, что недовольны применением для волос. Соглашусь, когда вот я начала его пользоваться, и потом я перестала, перестала для волос пользоваться и начала пользоваться для тела. Для тела хорошо, прекрасно. Я люблю масла для тела, ими пользуюсь, поэтому, да, соглашусь с теми комментариями, которые девчата мне оставляли недовольны вот этим маслом. Да, где-то вот тройка-четверка. Вот это шикарно 5+. Однозначно рекомендую, если кто покупает масло из Reflame, то вот это вот Элю, обязательно обратите внимание, ни с чем не сравнимое. Пока в ассортименте ни с чем не сравнимое. У них масло. Шикарное масло. Еще у меня закончилось из серии Biolite. У меня есть обзор на посылочку Biolite, компания Алтайская. Травник у них находится в селе Алтайском, Алтайского края, а сам процесс производства находится в Томске. Так вот, компания Biolite. Это тоник у меня был для лица, для проблемной кожи с маслом тысячелистника, с эфирным маслом тысячелистника. то есть он избавляет кожу от покраснений и раздражений. Хороший тоник, но было непривычно, что тоник выдавливается, и он получается пенкой. Вот это только для меня было не совсем привычно, потому что обычно тоник жидкий и на ватку. Можно было, конечно, на ватку, и сейчас, если кто-то вдруг скажет, а почему не на ватку, но это нужно было открутить вот эту всю помпу. И смотрите, здесь как бы большое окно для ваты. То есть я пробовала, но потом смотрю, лишнее выливается. Поэтому я допользовалась выдавливающей пенкой. Она мгновенно впитывается в ватный диск и получается такой же жидкий тоник. Хорошая. Объем 150 мл. Я довольна. Я покупаю частенько продукцию из компании Биолит. Поэтому вот для проблемной, если вот рассматривать другие марки ухода за лицом, можно смело обратить внимание на косметику природная аптека Сибири от компании Биолит. Тоник для проблемной кожи с эфирным маслом тысячелистника закончился у меня. А, еще вот такое вот средство у меня сейчас заканчивается. Вот столечко у меня его осталось. А это ну как блеск для губ, ну бальзам для губ, не блеск, бальзам для губ. Идет он из серии Морики-Дорики, который продается в Литуале. Вот такая красивая русалочка. Они, видите, разные, у них разные вкусы. Этот у меня еще полный, даже уже не полный, тоже уже заканчивается. мы с ребенком пользуемся этим бальзамчиком. Такие вот веселые девчушки, веселушки. И вот как раз вот этот заканчивается. Шикарнейший, слушайте, вот шикарнейший бальзам для губ. Настолько вот он для зимы хорош, он не сушит губы, и вот он такой жирненький. Для лета, конечно, может и не подойдет, но зиму я вот когда без не наносила помаду, а просто его мне хватало. То есть не обветривают губы, ничего. Вот нашла такую находку для себя и уже вторую, еще третью надо купить из этой серии. В общем, мы довольны. Сейчас весна и как бы ребенку, чтобы губы не обветривали, прекрасно. Вот обычно как-то подсушивают бальзамчики, если сравнивать, например, вот с этим бочоночком, да, с бальзамчиком, вот этот жирнее, вот этот ближе к лету, ближе к лету, он такой на пчелином воске и он немного подсушивает, а вот этот вот жирненький, консистенция у него, вот когда берешь даже, вот она такая жирненькая и долго держится на губах, она, то есть питает и долго держится. Шикарная вот тоже закончилась, поэтому обратите внимание, если сами любите, вот чтобы губы не обветривали деткам своим, вот в Литуаль продается серия морики-дорики, такой бальзамчик, он что-то стоит около 200 рублей, если мне не изменяет память, честно. И последнее, что я брала в сетевой компании Биоси, я покупала несколько серий кремов, а из серии Ла-Манш, вот, ну, какие-то я уже использовала, по-моему, выбросила, если в следующей коробочке не найду. ой, вот они натуральные, ночной крем, сразу скажу, не в восторге, вот какое-то месиво, не могу понять, девчата, честно, вот, просто безумное месиво, его наносишь на кожу, ну, сейчас, наверное, уже не выдавлю, и оно, вот, таким вот белым, и его очень тяжело растирать, я вот была, конечно, в шоке, натуральный крем, 97% натурального состава, ну, растирать его, это какое-то безумие, на теле, вот оно, все просто, трется, как какой-то, не знаю, сметану проще растереть, и быстрее, двоечка, честно, честно двойка, я разочарована, натуральным, вот этим кремом, а вот такой у меня получился, обзор, небольших баночек моих, буду еще снимать, потому что там, коробочки у меня еще есть, девчата, баночки, я разделила на два обзора, потому что он, этот уже большой получился, больше 15 минут, если рассказывать подробно о каждом средстве, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь видео, пишите в комментарии свои, что интересно, может быть, что-то интересное, какие-то другие обзоры снимать, или более подробно рассказывать, про какую косметику хотели бы услышать, ну вот, в общем, оставляйте свои комментарии, всегда рада их прочитать, до новых встреч, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,